Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами интернет-магазин пневматики Попади в 10.ру. Мы вам покажем новую копию пистолета АПС от фирмы Глетчер, называется GLS-N51. Поставляется, как всегда, в красивой коробке. Открываем и смотрим на комплект поставки. В комплект поставки входит гарантийный талон на полтора года. Далее, инструкция на нескольких языках, в том числе и на русском. Здесь указаны характеристики пистолета, как его эксплуатировать. Также показано, как его заряжать и так далее. По характеристикам. Пистолет весит чуть больше килограмма, а именно 1,40 кг. В длину он 225 мм, в магазин заряжается 22 шарика. Он газобаллонный, источником энергии является баллончик с СО2 на 12 грамм. Ну что ж, пистолет очень даже интересный, мощный и длинный, что будет хорошо сказываться на точности. Скорость, заявленная производителем, 120 метров в секунду. Давайте с ним ознакомимся. Вот такой вот пневматический пистолет. Раньше были и другие копии пистолета АПС у фирмы Глечер. Это очень похоже на металлические версии Глечеровских АПС. В качестве прицельного приспособления здесь используется мушка неподвижная и подвижный целик. Его можно регулировать под разные дистанции стрельбы. Пистолет двойного действия, то есть можно стрелять самовзводом или по предварительному взводу ПК. Затвор в пистолете подвижный, рабочая затворная задержка. Магазин извлекается нажатием на клавишу нижнюю. Я ее отживаю назад, магазин выходит. Баллончик устанавливается под правую накладку рукояти. Также в комплект поставки входит шестигранный ключ, который я вам забыл показать изначально. И мы довинчиваем свой баллончик, чтобы он стал нашим источником энергии. Собственно, вставляем баллончик в магазин и крутим. Помните, что передавливать баллончик не стоит. В тот момент, как баллон перестал шипеть, нужно остановиться, чтобы не испортить уплотнители в пистолете. Заявил производитель, что стреляет он со скоростью 120 метров в секунду. Сейчас мы это проверим. Отстреляем через кронограф. Я вам покажу результаты стрельбы. Заряжаем стандартную стальную дробь, покрытую омеднением. Откровенно говоря, никакой разницы нет. Омеднением или цинком покрывают пистолеты, потому что и тот, и тот металл является смазочным веществом в стволе, скажем так, при движении шарика. Отодвинул подаватель в нижнее положение и зафиксировал его на защёлку. Он немного жестковат, но я думаю, со временем преработается. Я заряжаю неполный магазин, чисто для отстрела через хронограф, чтобы замерить скорость и показать вам результат. То есть там будет порядка 10 выстрелов, может чуть больше. Всё, зарядил. Предохранитель у нас двухпозиционный. Верхнее положение безопасное, но блокирует спусковой крючок. Нижнее боевое. Пипец, как он громко стреляет. Вставил в магазин и стреляю через хронограф. 147 метров в секунду. 132 метров в секунду. 110 метров в секунду. 128 метров в секунду. 97 метров в секунду. 110. 110. 108. 107. 108,6. 114. 109,8. Всё. Показываю вам результаты стрельбы. Как вы видите, результаты очень даже приличные. Вот последний результат. Что можно сказать? Средняя скорость стрельбы у него заявленная производителем. Это при неинтенсивных выстрелах. Соответственно, если вы будете стрелять из него с периодичностью раз в 3-4 секунды, у вас он будет показывать скорость порядка 140 метров в секунду, что больше стандартный заявленный производитель. Пистолет приятно лежит в руке, у него длинный ствол, удобное прицельное приспособление, стандартное. И в целом он выглядит очень даже прилично. На этом всё, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин пневматики. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать свежие и полезные видеообзоры. Если вам понравилась данная конкретная модель, то ссылка на него находится в окне с нашим видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok